Миллионер. Молодец. Окей. Значит, продолжая тематику трендов, я хочу пригласить... Чуть-чуть подальше микрофон. Хочу пригласить. Значит, Дениса Шлезберга – это креативный директор великолепного агентства «Артоника». Денис? Да, по-моему. Спасибо. Не буду повторяться, что меня зовут Денис Шлезберг. Я исполнительный креативный директор агентства «Артоника», член совета АБКР. В общем, мы здесь все от этой организации. Я действительно немножко расскажу о трендах. Постараюсь сделать это быстро. Дело в том, что так исторически сложилось, что наша агентство, которая существует 10 лет, довольно много работала с различными финансовыми брендами. Я не смог отказать себе удовольствия, поскольку такая тема сегодняшняя, мы будем этим похвастаться. Потому что, мне кажется, наше агентство одно из в этом смысле самых заслуженных. И собрал на слайде, чтобы их совсем много не было, только те бренды, в которых мы принимали именно участие в брендинговых проектах, в создании брендов. Грубо говоря, в той или иной степени рисовали вот эти логотипы. Финансовые бренды – это не только банковские бренды, но это и финансовые инвестиционные компании. Я, в принципе, отношу к финансовым брендам и страховые услуги, хотя они определенной спецификой отличаются. И обычно, когда брендинговые агентства выступают на различных конференциях, мы все очень любим хвастаться свежими кейсами. Я решил похвастаться неизвежими кейсами, просто обобщить некий опыт, который мы накопили за это время. Потому что немножко наш клиентский лист развился, и я стал понимать, что в какой-то момент мы вздохнули свободно от того, что у нас стало меньше банков. Мы надеемся, что в той ситуации, которая сейчас на рынке находится, для нас найдется работа. Так вот, финансовые бренды. Основной тренд, который сейчас мы наблюдаем на протяжении 10 лет сотрудничества с этой индустрией, а на самом деле мы сотрудничаем, лично я, еще дольше, потому что и в прежней компании, на которой я работал. В общем, общий стаж работы с финансовым брендом, наверное, 15 лет. Финансовые бренды становятся все более потребительскими. И когда я стал придумывать, как проиллюстрировать этот тезис, я раскопал в нашем портфолио самый древний рекламный макет, который в нем есть. Не знаю, помнит ли кто-то из здесь присутствующих. Был такой автобанк, в котором мы сотрудничали и разработали одну из первых таких вот рекламных компаний, которые позиционировали 15 лет назад банковские услуги. Сейчас это кажется, в общем, общим местом. Для того времени это было что-то революционное. Ух ты, изобразили пакет и изобразили пиктограммы. И все это похоже на инструкцию по эксплуатации. Долгое время наше агентство считали изобретателем пиктограмм вообще, в принципе. Такой был смешный аспект. Сейчас это, по сути дела, уже даже недостаточно смешно для банковской рекламы, чтобы она считалась актуальной. Причем эта рекламная компания пережила две смены собственников автобанка. Потому что самая первая версия, он еще назывался автобанк. Потом он назывался автобанк Никойл. Потом, если я ничего не путаю, он назывался автобанк Уралсип. Пока окончательно не растворился в структуре банка Уралтипа и финансовая корпорация Уралсип. А вот как сейчас выглядит, собственно, финансовая реклама. Это наша свежая работа. Может быть, кто-то натыкался в интернете. Тренд в том, что даже уже не только банки или розничные структуры, а сама московская биржа идет навстречу потребителям и клиентам. И проводит эта свежая рекламная компания. Я, по-моему, первая в истории московской биржи, ориентированная на конечных потребителей и физических лиц. Здесь рекламируется доступ к валютным торгам на московской бирже, которые, конечно, напрямую не возможны, но возможны через брокеров. Но эту услугу рекламирует уже московская биржа. Я не смог справиться с задачей засунуть в ПДФ флэш-баннер, чтобы он проигрывался. Потратил на это полночи. Поэтому здесь просто раскадровка. Это три кадра анимированного баннера. Что надежнее, чем в обеднике, быстрее, чем эспрессо, покупайте валюту по биржевому курсу. Московская биржа доступнее, чем кажется. На самом деле эта идея доступнее, чем кажется, это основная идея, о которой вот сейчас и предыдущий ават наш прекрасно говорил. Потому что банки пытаются приблизиться к потребителям. В рамках этого тренда банки стараются выглядеть как можно более человечными. Реклама становится все эмоциональнее. Это еще один наш несвежий кейс. Концепция рекламной кампании для банка «Российский капитал», которая запускалась после того, как он пережил ребрендинг, связанный с санацией и переходом в ведомство АСВ. Лучше синица в руке и журавль в другой. Собственно, это основной посыл, который в той или иной форме все розничные, во всяком случае, финансовые структуры несут рынком. О том, что можно... Ну ладно, не буду эту шутку произносить, она неприличная. Программа лояльности становится все лояльнее. Это еще один наш кейс, который мы разрабатывали для Юниаструмбанка. Ну, на самом деле, совершенно типичная реклама, когда банковская услуга, карта или кредит или депозит связывается с миром предметом, с миром вещей. И банк вневряется в потребительскую среду потребителей, пытаясь занять в нем место среди всего остального путешествий, ноутбуков, мебели, еды и так далее. Карты становятся все дискотнее. Это еще один наш кейс, который мы делали для банка Петрокоммерц. Там тоже, как и предыдущая компания, была целая серия, которую нужно сделать как можно более веселой и человечной. И у нас появилась такая серия различных таких суперперсонажей под слоганом «банковские суперпродукты». Ну, и в данном случае «умная, гибкая, общительная» — это карта, которая привязана к дисконтной программе с каким-то сотовым оператором. Скажите, покупки бонусы на счет вашего мобильного телефона. То, о чем тоже уже здесь говорилось, я думаю, что не только в предыдущем выступлении, но и во многих других. Отделение банков все больше становится похоже на магазины или кафе. Здесь на фоне наш тоже несвежий кейс. Мы в свое время разрабатывали бранч-бук для банка открытия. Это было тоже связано с санацией. Сейчас такой вот дух санаций и отзывов лицензий на рынке все время витает. Это был момент, когда корпорация открытия, сугубо корпоративный и инвестиционный по своему духу бренд, приобрел сеть банка РБР, который был санирован, и на его базе создала розничный банк и розничный банковский бизнес. Мы для этой сети разрабатывали систему стандартов оформления сети. И на переднем плане это свежая фотография, продолжает открываться отделение нового формата. Сети открытия, которые уже совмещаются, если не ошибаюсь, могу путать со Старбаксом. Я просто посмотрел и с удовольствием обнаружил, что в левой части многое из того, что мы разрабатывали, до сих пор живо, и, судя по всему, наши стандарты используются, это очень здорово. Дальше еще идет этот тренд, потому что банковские продукты все больше становятся похожи на пищевые. Это интересный заубежный кейс. Если кто занимается пранч-стандартами, наверняка обиделит один из известных. Это австралийское агентство Ландини, НТС и Швейц, разработало для австралийского банка Вестпэк. Обратите внимание, так выглядит у них фронт-деск. Он уже полностью имитирует среду кафе или там у Старбакса, как будто мелом написаны какие-то свежие предложения о банковских продуктах. И наверняка здесь уже показывались какие-то кейсы, модные темы, или еще будут показаны. Модные темы – это стеллажи, на которых банковские продукты выставляются в виде каких-то буклетов или коробок, или чего-то такого. Ого, я ускоряюсь. Сайты все больше становятся похожи на магазины. В том смысле, что если сравнить сайт Сбербанка, он слева, и сайт Озона. Наверное, потому что я просто вчера набрал Сбербанк.ру и попал на него. О, как я эффектно выступил. В общем, он похож на Озон, немножко покрасивее и построже, но в принципе его структура и интерфейс – это уже интернет-магазин. Вот это интересный трюк. Сервисы становятся все мобильнее. У меня просьба, сейчас будет аттракцион. Если кто-то здесь работает из банков, кто видит знакомый ему интерфейс, не подсказывайте. Это я взял из свежего материала журнала «Секрет фирмы». Там есть обзор. Семь мобильных приложений, банковских мобильных приложений для бизнеса. Я взял из них четыре. Как вы думаете, какой из них, судя по интерфейсу, к какому банку принадлежит? Так, Московский кредит. Альфа-банк. Альфа-банк. Это кто? Это Сбербанк. А это? А это ВТБ. Тинькофф. Так, открываем карты. Кто-то указал банк Москвы, кто-то узнал, это не Звер, а Лайф. Однозначно все узнали Альфа-банк, и никто не узнал Альфа-банк, думали, что он там. Значит, в чем смысл? В том, что в интерфейсе, уходя уже в новые продукты, и в какие-то новые точки контакта с потребителями, уже не хватает брендинга. Они перестают узнаваться. Единственное, в данном случае, исключение Райфайзен, потому что у Райфайзена получился монополий на желтый цвет. Это очень нехарактерный цвет для российского, во всяком случае, банковского бизнеса, и у них довольно большой медийный вес эксплуатации этого цвета, поэтому им достаточно просто покрасить желтеньким что-нибудь в интерфейсе. Единственное приложение из всего обзора, в котором есть элемент, тут, наверное, очень плохо видно, это модуль-банк, у которого логотип присутствует на каждом экране интерфейса. Но это очень простое объяснение. Модуль-банк — это совершенно новый проект, и он, по сути дела, не банк, а интерфейсная насадка на банк, точно не помню, как называется, российский региональный, или банк российской регионы. И поэтому это, собственно, уже полностью цифровой сервис, который не существует практически ни в какой другой форме. У них есть там пара отделений, по-моему, одно в Москве, другое в Питере, но этот сервис заточен на то, чтобы клиент посещал офис только один раз, чтобы заключить договор, а дальше все происходило через интерфейс смартфона. Подобные проекты — это RocketBank, это кнопка, наверняка всем известная. Значит, теперь драматический вывод из всего этого, что банки становятся и стараются быть ближе, веселее, человечнее, быть похожими на еду, быть похожими на магазины, и быть похожими на людей, и быть как можно вообще более похожими на что-то, а доверия на самом деле все меньше к банкам. Как здесь уже говорили, в принципе, люди до сих пор в России банков боятся. Конечно, это усугубляется еще политической, макроэкономической ситуацией и так далее, но тем не менее, из этого можно сделать то, что проблемы существуют. Я тут хотел написать, что же делать, и написал почему. Одна минутка, как раз у меня три слайда осталось. Значит, основные выводы, что то, чего не хватает при растекании банковских брендов уже по многим каналам, разным ручейкам, ориентации на разные целевые аудитории, это целостности. Потому что при всем разнообразии вот этих форм взаимодействия с потребителями и разнообразии самих потребителей, на которых теперь нужно делать отдельные фокусы в разных потребительских группах, необходимо сохранять что-то целое и единое, что отличает этот бренд от всего остального. Но, как частный случай, можно вспомнить желтый цвет Райфайзена, которому просто повезло, что больше никто с такой силой его не эксплуатировал. И в то же время, парадокс, при развитии банковских брендов необходимо больше гибкости. То есть, современные системы идентификации банковских брендов должны обеспечивать при всей своей целостности необходимое разнообразие форм воплощения этой идентичности, и включая те, которые даже пока сейчас неизвестны. Если три года назад, ну ладно, три, наверное, уже можно было, но если пять лет назад кто-нибудь рассказал, насколько вот сейчас разорвется мобильное приложение, мобильный интерфейс, в это трудно было бы поверить. Это значит, что через следующие даже не пять, а три года возникнут еще такие формы взаимодействия банков с клиентами, которые мы сейчас даже не знаем. Но если мы сейчас работаем над развитием системы идентификации бренда банков, нужно учитывать, что она должна потом будет включать еще и эти неизвестные нам элементы. Сейчас немножко камиво-изжорский слайд про разработку нашего агентства, но на самом деле подходит здесь по теме и по выводу. Что брендбук, то, что мы все называем брендбуком, который этимологически это как бы книга, все меньше становится похож на книгу и все больше похож на сервис. То есть на самом деле брендинг это уже как бы не проект, а постоянный процесс, и соответственно его брендбук, как инструмент этого процесса, должен представлять собой сервис в широком смысле. Не в смысле, что клиентский сервис, а в смысле, что это сервис, в общем, облачный, интернет и технологичный сервис. Наш ответ нашего агентства на этот вызов, это создание облачной платформы брендсервер, которая полностью включает необходимость существования бумажного брендбука. И даже один банк, но не скажу какой, потому что это секрет, для одного из банков мы реализовали проект на этой платформе. Собственно, и хочется в заключении пожелать целостности, гибкости и сервиса, как в развитии брендов, так и в принципе в развитии отношений банков к потребителям. Спасибо. Коллеги, да, на самом деле, во-первых, я как не очень хороший модератор почему-то не спрашиваю у вас, есть ли у вас вопросы к двум спикерам. Я сейчас исправлюсь и спрошу сразу за двоих. Коллеги рассказывали о трендах и рассказывали о том, как... А, сильно фонит, я вот так буду говорить. Так нормально, да? Может, у нас в другом зале? Коллеги, есть ли вопросы вдруг по выступлениям спикеров? Нет вопросов. Есть вопросы? Ура! Ну, на самом деле, вопрос уда, как к двум спикерам, к двумя фальфобанк. В начале первого ряда дня мы говорили, да, и многие эксперты выступали, выступая, говорили о том, что кредитование сжимается, все финансовые решения это замечают, и очень многие банки уходят в некредитные продукты, да, так называемые просчетные, но сейчас больше, наверное, речи о бизнесе. И, наверное, тоже к вам приходили, может быть, приходили банки, которые спрашивали, а как же продавать пакеты услуг, да, потому что все розничные банки, они сейчас афицированы на продажу пакетных услуг, и вот проблема, задача, которая есть у Альфа-банка и у других банков, как же все-таки достучаться до розничного клиента, до физика, и рассказать ему о пакете услуг, были ли у вас какие-то кейсы, какие-то кейсы вы можете поделить. Ну, я сейчас тебе дам ответить, я просто хочу сказать, что я буду последним выступать, мы как раз поговорим, потому что я не буду на пакете кейсов, мы как раз про премьерную тематику поговорим все сейчас. Дело в том, что Илья не дал возможности, спасибо за вопрос, как раз показать кейсы, но вот пример Банка России, именно тот пример, когда банк, кроме того, что он пошел в розницу, а для него это, в общем-то, нестандартный ход, потому что это не совсем, как вам сказать, не совсем открытый банк, вот если можно так сказать, банкиры меня поймут. И как раз идея именно на транзакционных продуктах, но они сделали это достаточно просто, потому что в первую очередь это продажа услуг ко-брендинговых, это продажа услуг непосредственно зарплатникам, то есть тех, кто есть уже на сегодняшний день в клиентской базе, то есть это порядка миллиона человек, которые только на зарплатных проектах, в меньшей степени продажа продукта уличным клиентам, поэтому здесь такое решение. Если же говорить про улицу, то самое, конечно же, правильное, это опять-таки коалиционные программы. Когда мы говорим о коалиционных программах лояльности, которые совместно с пакетом коалиционной программы может еще предложить как раз-таки традиционные услуги, которые сейчас очень востребованы. С корпоратами вообще очень просто, потому что это максимально индивидуальная работа. Но, вы знаете, по нашему опыту, поскольку у нас тоже очень большое количество именно кейсов и локальных банков, и федеральных с большой долей корпоративного сегмента, на самом деле максимально индивидуальный подход, максимально очень тонкое понимание профиля каждого корпоративного клиента, это и позволяет до него достучаться. Проектов по работе с корпоративными клиентами индивидуально достаточно много. 30 секунд. Просто все правильно. Еще одно. Этот вообще вопрос возникает из-за того, что когда финансовая ситуация стабильная, банку с точки зрения маркетинга не надо выдумывать выгоду. Есть два продукта. Либо ставка по депозиту повыше, либо ставка по кредиту пониже. А когда как бы это как бы сжимаются, вопрос банк привык ли решать эту проблему автоматически. Все остальные сферы, в которых действуют маркетинг, продукты питания, товары народного потребления, там выгоду все время приходит с выдумки. Нам просто про ставки забыть и что корпоративным клиентам пакета, что физическим лицам просто сформулировать четкую выгоду. Какую выгоду? Одну. Он получает это введение в пакет. Извините. Коллеги, к этому вопросу обязательно вернемся. У нас сейчас на сцену выходит аж даже целых три спикера. Молодая кроя фрепенства Smart Heart расскажет, как я так понимаю, как женить, правда, брендинг и экспириизм дизайн, правильно. Добрый день. Я бы на самом деле хотел сказать, что поводом для сегодняшней лекции я сегодня ждал. На самом деле около года назад у нас вышел такой идеологический спор с пиарщицей одного крупного брендингового агентства. И мы спорили на тему того, может ли брендинг менять продукты, сервис. Она утверждала, что это не наша задача, клиент занимается своим бизнесом, а наша задача качественно, красиво это подавать. А я утверждал, что брендинг должен быть синхронизирован с продуктом, сервисом, и все должно быть целостным, и он должен внедряться в бизнес-процессы. И сегодняшний кейс, который мы хотим представить, и проект вместе с моими коллегами Валентиной Ураловой, это как раз тот момент, когда мы можем объединять и брендинг, и продукты, и сервис через сервис-дизайн. Поэтому мы даже поменяли заголовок с брендинг 2.0 на игра без правил на брендинг плюс дизайн-экспириенс, просто потому, что это будет более понятно. Пару слов об агентствах. Собственно, я скажу о агентстве Smart Heart. Агентстве Smart Heart, что мы в 2013 получили международную премию Red Dot по дизайну, и это, наверное, для меня стало такой точкой, когда я успокоился с точки зрения доказательства кому-то с точки зрения дизайна, и мне стало интересно внедрять дизайн в реальную жизнь. И для меня это стало большой задачей. Именно внедрение это как раз часть дизайна сервиса и сервис-дизайна, дизайн-мышления. И мы после счастливой случайности встретили компанию Temperance Lab в Агентстве пару слов. Всем привет. Я хочу сказать, что с 2005 года я работаю в крупных розничных сетях. Один из опытов это директор по маркетингу и инновациям розничной сети МТС. То есть все кейсы, которые мы реализуем, они основаны на том, что мы выстраиваем новый покупательский опыт. То есть мы говорим о том, что неважно в какой компании вы работаете, в любом случае есть точка контакта, где встречается ваш бренд, ваш продукт и ваш покупатель. И то, что мы делаем, мы по сути моделируем вот этот покупательский опыт. Я не одна, у нас еще есть два партнера. Из таких достижений мы являемся постоянными ведущими курса дизайн-финкинг в корпоративном университете Сбербанка. Написали книгу по дизайну и шлинию для Сбербанка. Сейчас начинаем преподавать в высшей школе брендинга тоже дизайн-мышления. А основные наши клиенты это крупные ритейл-компании, финансовые компании, которые хотят, вот у них есть бренд, у них есть все вот эти классные концепции, все эти классные коммуникации, но они хотят это внедрить, интегрировать на уровень процессов. Это то, чем мы занимаемся, это проекты, когда мы от бренда уже доходим до того, что говорит каждый продавец, что говорит каждый сотрудник компании, и это действительно соответствует тому, что заявлено как обещание бренда. В общем, начнем с того, что хотелось бы небольшой краткий опрос. назовите на ваш взгляд самые сильные бренды.